После многих лет требований со стороны фанатов Лига Справедливости с монтажом Снайдера наконец-то выйдет в свет. Но была ли эта версия фильма реальной? Почему мы не увидели её изначально, и что можно ожидать от её премьеры? Вот все ответы. По данным Hollywood Reporter, в марте 2017 года Лига Справедливости ушла на двухнедельный перерыв, чтобы режиссёр Зак Снайдер смог на время отлучиться по семейным обстоятельствам. В мае была раскрыта трагическая причина – Отом Снайдер, 20-летняя дочь Зака Снайдера и продюсера Лиги Справедливости Деборы Снайдер покончила с собой. К тому времени Лига Справедливости находилась в процессе строгого графика постпродакшена, чтобы успеть до даты премьеры 17 ноября, но Снайдеры объявили, что они покидают проект из-за скорби и ради исцеления. Решение уйти появилось уже после того, как Снайдер сделал черновой монтаж, который, вероятно, и является источником слухов о версии Снайдера, а затем понял, что ему нужны дополнительные сцены. Сценарист и режиссёр Джосс Уидон, известный за создание Баффи-истребительницы вампиров и первых двух Мстителей, был нанят для написания и съемки дополнительных сцен. После того, как Зак Снайдер покинул фильм и отказался от контроля, Джосс Уидон получил около 25 миллионов на съемки большого количества материала, а также отвечал за монтаж фильма, который студия обязывала его уложить в два часа или меньше. Учитывая такой хронометраж, пришлось порезать немало кадров. В декабре 2019 года Снайдер подтвердил, что существует некая его версия, разместив в соцсети изображение коробов с пленкой с надписью «Режиссёрская версия Зака Снайдера Лиги Справедливости, хронометраж 214 минут» Так что его монтаж вышел на 3 часа и 34 минуты, что значительно превышало двухчасовой лимит студии. Электронный музыкант Junkie XL сказал ScreenRant в 2019 году, что он уже написал саундтрек для этой длинной, одобренной Снайдером, версии. Но является ли версия Снайдера прославленной расширенной версией? Продюсер Warner Bros. Чарльз Ровен сказал газете Washington Times, что, согласно цифрам, значительных изменений между версией Снайдера и Уидона нет. Он объяснил, скажем так, 80-85% фильма – это то, что было снято изначально. Не так много можно сделать с остальными 15-20% фильма. Да, не совсем оптимистичная перспектива. – О, это холодно. Это изображение. Я чувствую себя отчасти. Отчасти потому, что ни критики, ни крупные фанаты DC не особо оценили Лигу Справедливости, а ещё потому, что публика знала о чрезвычайно непростой истории создания фильма, Легенда о версии Снайдера вышла на новый уровень после премьеры в ноябре 2017 года. В 2019 году поклонники версии Снайдера собрали 1170 долларов, чтобы нанять самолет, который пролетел над Комик-коном в Сан-Диего с постером, на котором было написано Warner Bros. хэштег «Release the Snyder Cut» Лиги Справедливости. 17 ноября 2019 года, в двухлетнюю годовщину премьеры, стартовал хэштег «Выпустите версию Снайдера». В первый же день его поставили более 400 тысяч, и все они обратились к Warner Bros. с просьбой выпустить фильм, существование которого студия даже не подтвердила. На самом деле представители Warner вообще не стали комментировать планы на перевыпуск фильма. Еще в 2018 году представитель Warner сообщил Wall Street Journal, что компания не планирует выпускать другую версию Лиги Справедливости. Но есть спрос, найдется и предложение, и поклонники DC наконец получат то, что хотели. Удивительно вызывающе перед лицом безразличия Warner Bros., члены актерского состава Лиги Справедливости неоднократно высказывались о существовании Снайдерского монтажа, его качестве и о том, следует ли его показывать миру. Когда в 2019 году хэштег «Выпустите версию Снайдера» стал невероятно популярным в соцсетях, Галь Гадот оказала некоторое давление на руководителей Warner Bros. В ноябре 2019 года она опубликовала в Твиттере фотографию с надписью «Выпустите версию Снайдера» Бен Аффлек последовал ее примеру, ровно как и актер Джо Манганьелла. Он в Instagram подписал хэштег под своей фотографией в костюме Дэдстроука. Рэй Фишер, сыгравший Киборга, также написал хэштег, хотя позже удалил свой твит. А ещё Джейсон Момоа, сыгравший Аквамена, утверждает, что действительно видел оригинальный монтаж режиссёра. Он сказал MTV News, – Я, конечно, в Варнере и Д.С., и я не знаю, как они чувствуют, но, как фанат, я очень, очень счастлив, что мне нужно увидеть это. Актёр Супермена Генри Кавилл, однако, утверждает, что достоверно не знает о существовании версии. Во время пресс-тура для Ведьмака в декабре 2019 года он сказал репортеру, «Я не видел никакую версию Снайдера. Я не знаю, существует ли она вообще. Но я уверен, что есть кадры, которые, вероятно, были собраны вместе за эти годы» Возможно, мы никогда и не узнаем конкретное действие, после которого студия наконец решила выпустить эту версию. Фанаты, актёры, или даже сам Зак Снайдер, каким-то образом кто-то все же смог вернуть его из мертвых, скажем так. Даже если и существовал монтаж Снайдера, это определенно был рабочий вариант или даже черновик, без эффектов, с неполными сценами и различными другими недоработками, из-за которых невозможно выпустить версию такой, как она есть. На подкасте RealBlend режиссёр и любитель комиксов Кевин Смит сказал, что версия Снайдера не была законченным фильмом. Он объяснил, «Это был фильм, который, как люди в производстве, могли смотреть и вложить в бланк, но это, конечно, не было для массовой потребности». Это объясняет, почему мы не увидим версию Снайдера на HBO Max до 2021 года. Сразу после объявления о том, что монтаж Снайдера в конечном итоге попадет на стрим-сервис, Голливуд-репортер отметил, что у режиссера впереди много работы. Он нанимает сотрудников для постпродакшена Лиги, чтобы придать ей форму, которую можно смотреть, а значит, что нужно много монтажа и рендеринга спецэффектов. Есть также предположение, что Снайдер не обойдется без главных актеров фильма для новых диалогов для незаконченных эпизодов, но этот вариант ему вроде бы не одобрили. Повторное производство будет дорогим. Warner Bros. выделили от 20 до 30 миллионов долларов на завершение фильма. – Мы с тобой, что это закончилось. – Важно, я думаю, что мы все будет мертвы до этого. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!